Всем привет, с вами Тед, и сегодня обзор Vaporum Lockdown. Стоит ли ее покупать? На данный момент цена ее в стиме 10 долларов. То есть стоит ли тратить, как говорится, свои кровные денежки на эту игру? Стоит ли тратить свое время на эту игру и играть? Получите ли вы от нее удовольствие? Вы узнаете, собственно, посмотрев весь этот обзор до конца. Поехали! В целом игра представляет собой пошаговую, реалтаймовую RPG с головоломками. Что это значит? Это значит, что если вы представите игру с видом сверху, ваш персонаж ходит по клеточкам вперед-назад-влево-вправо и делает это пошагово. Но если вы стоите и ничего не делаете, мир вокруг вас все равно живет. И ваши соперники будут тоже двигаться пошагово. То есть вы можете вот так вот с ними взаимодействовать. С RPG-частью в этой игре, в принципе, все в порядке. Она не мега уникальная, она не супер широкая, но при этом всего достаточно. Есть инвентарь, различные характеристики персонажа и различные ветки развития персонажа. Все основывается в основном на выборе вашего оружия, которое вы будете использовать. Поэтому все ясно, понятно, просто, но при этом все равно интересно. Локации большие, много секретов, поэтому стоит иногда поискать что-нибудь, поразбивать стены, поискать, где они, естественно, могут разбиться, интерактивные предметы. Достаточно все прикольно, поэтому. По сюжету все просто и понятно, никаких мега-особенностей. По антуражу, я думаю, вы и сами видите. Все это дело похоже на Биошок, скорее всего, такого плана игры. По боевке все очень просто. Держите кнопку, вы бьете своим оружием. В зависимости от ваших характеристик и характеристик оружия, будет наноситься какая-то атака. Блок срабатывает автоматически, если у вас хороший щит, ну, либо плохой, он плохо срабатывает автоматически. Убереть всегда можно, наступив не туда, поэтому в целом нужно ходить осторожно. Загадки. Загадки в этой игре хороши. Приходится иногда подумать, иногда поискать решения. И я бы их сравнил на самом деле с игрой Portal. Конечно же, это совсем не Portal. Тут не надо выдумывать о перемещении вашего персонажа, используя две пушки, синюю и желтую. Но при этом, знаете, все равно идея примерно та же. Ходи, ищи ящики, чтобы открыть себе новый проход. Ходи, ищи вещи, чтобы включить какой-нибудь генератор. И вот так вот мы и двигаемся, развиваем персонажа и разгадываем головоломки. Мне, кстати, интересно узнать ваше мнение. Вот наосновываясь на том, что вы уже видели на данном видеоряде по этой игре, и основываясь на том, что я вам рассказал. Хотели бы вы поиграть в эту игру? Пишите ответ в комментарии. И если вы хотите увидеть прохождение этой игры на стриме, пишите коммент стрим под закрепленным комментарием моим. И тогда, если соберется где-то сотка комментов, мы сделаем стрим, запланируем, и пройдем эту игру в прямом эфире, пообщаемся с вами, друзья. Ну, а теперь давайте вернемся к обзору. На экране вы как раз видите слева наши жизни, а справа энергия. Она как восстанавливается, так ее можно восстановить и специальными зельями, там либо энергией какой-то такой штукой. Вот, потому что у нас в конце концов в этой игре открывается, не сказать прям магией, ну можно и так их назвать, различные способности, в зависимости от того, что вы подберете. Скоро вы, собственно, увидите эту часть в видеоряде. И поэтому персонажа можно развивать как магического, так и физического, что добавляет, опять же, гибкости и интереса к игре. Однако, все равно, большая ее основа это решение головоломок и передвижение по локациям. Так что можно перейти, собственно, к главному вопросу, стоит ли играть в эту игру. И для этого я использую свою систему оценок. В конечном итоге игру в опору Lockdown с ее достаточно интересным дизайном и геймплеем я оценил в 6,7 балла. Мою систему оценок вы можете видеть, собственно, на экране. Там и у нас есть атмосфера, которая складывается из графики, музыки и управления. Музыка здесь хорошая, доставляет погружение в игру, так сказать, хорошее сопровождение звуковых эффектов, ничего не выбивается, поэтому я ее оценил достаточно высоко. Графика достойная. Конечно же, графика бывает круче в тысячу раз. Но вот для данной игры эта графика подходит, поэтому я ставлю ей семерочку. Управление смелая девятка. Вам не приходится думать, выдумывать, как управлять, чем. Смотреть даже обучение. Все интуитивно понятно, хоть, можно сказать так, жанр не ходовой, вряд ли вы играли в нечто подобное. Поэтому за атмосферу у нас в итоге получилась восьмерка. По механике. Геймплей я оценил на семерку. Игра действительно затягивает. То есть я сидел, играл в нее с удовольствием. По разнообразию шестерка. Все-таки бывают намного более разнообразные RPG-хи, можно было ее сильно напихать, но точно выше среднего. А реиграбельность два. Почему? Конечно, можно по-разному пройти и по-разному раскачать своего персонажа. Но, знаете, все равно бой, что с гаечным ключом, что с мечом, будет похож. И вы будете лишь с одним давать больше критов, а с другом больше чистого урона. Все равно, вкачиваясь во что бы то ни было, вы эту игру пройдете. Поэтому я оценил реиграбельность на два. Скорее всего, ее интересно пройти один раз. По погружению смелая семерка получилась, так как сюжет, конечно, какой-никакой есть, но его как бы и нет, можно сказать. Вряд ли вы будете сильно вникать в то, что там происходит и почему. Скорее просто бегать и решать головоломки. По антуражу семерочка все вроде подходит, хотя, конечно, немножко местами выбиваются из общей колеи какие-то локации. Тем не менее, за гармонию я ставлю восемь. Это именно гармоничность всего вокруг, оружия, персонажей, локаций. Так или иначе, по итогу, вы как-то свыкаетесь со всеми локациями, и вам не кажется, что щит — это нечто необычное. Что гаечный ключ и меч с оружиями в двух руках, как вы видите сейчас на экране, это нормально, это нормально. Это мы, гладиатор, который ходит и в каком-то киберпанковском таком, или как это правильно, стимпанковском стиле локаций, бегает и месит каких-то роботов и крыс. Кстати, роботы и крысы — это два разных типа существ, и как раз-таки одно оружие лучше бьет робота, второе — крыс. Для этого в игре создано два сета оружия, поэтому небольшая отсылка к геймплею, что, в принципе, даже прикольно. Надо выбирать иногда оружие под соперника. Вот. В целом получилось, как я и говорил, 6 и 7 балла, поэтому игру смело рекомендую. Играйте. Действительно, если вам такой жанр зайдет, вам эта игра понравится, и вы ей уделите время. Ну, а с вами был Тед. На моем канале вы можете увидеть обзоры на различные RPG и стратегии, а также посмотреть на соревновательные RPG и стратегии, мобоигры, в которые, собственно, мы соревнуемся и улучшаем свой скилл. Всем до новых встреч. Пока.